Бергей Раскалиев И еще 8 человек находятся в международном розыске. Их местонахождение неизвестно. Уголовное дело, связанное с деятельностью Бергея Раскалиева, состоит почти из 800 томов. Слушание было разбито на множество блоков. Сейчас зачитывается блок водоснабжения. По строительству водопровода от Ирауда Сормакат в отмывании бюджетных денег обвиняются руководители компании Центрстрой ЛТД и чиновники от Управления строительства. Им вменяется строительство трубопровода и покупка строительных материалов по завышенной стоимости. Как выяснило судебное следствие, обвинительные заключения не соответствуют действительности. К примеру, завышение цен на трубопровод не подтвердилось. Кроме того, практически по всем эпизодам уголовного дела свидетели отказываются от своих показаний, утверждая, что они сфабрикованы следователями финансовой полиции. Им давались на обозрение после выяснения несоответствия показаний, которые они дают в суде, с теми показаниями, которые они давали на следствие. Они были, ну скажем так, мягко говоря, в шоке. Многие из них не владели русским языком, хотя протокол допроса составлен на русском языке. Следователь, который вызывался, я сейчас не помню, неделю-две назад, он сам признался, что он не очень хорошо владеет казахским языком. Я не скажу, что ни один свидетель, но большинство свидетелей не подтвердили эти показания. О том, что дело сфабриковано следователями финансовой полиции, подсудимые заявляли не раз. Оскар Керимов, экс-акима города Атырау, сегодня сидит на скамье подсудимых, обвиняется в том, что дал письменный приказ о приватизации здания Атырау Акпарат и пристройки областного Акимата. Но оказалось, этого приказа в деле нет. Главный свидетель подтвердил, что Керимов не давал приказа о приватизации объектов. Судебное следствие выявило, этого приказа о приватизации в деле не было. Я еще раз говорю, я не имею никакого отношения к приватизации, я не имел на это никаких властных полномочий. Я думаю, по этому поводу следователь Айбар Сарин совершил фальсификацию, он убрал из дела протокол моего допроса. В отношении меня он сфабриковал обвинение от руки. Сегодня следователь Айбар Сарин явился в суд и наблюдал процесс соседнего зала, где сидят журналисты. Таким образом, он оказывал психологическое давление на свидетелей. Говоря им своим присутствием, я здесь и наблюдаю, какое ты дашь показания. Один из самых скандальных эпизодов обвинений по делу бывшего Акима от Рауской области о приватизации государственного имущества. По этому эпизоду в качестве свидетелей проходят высокопоставленные чиновники из Министерства нефти и газа. По версии следствия, именно на приватизации была похищена львиная доля бюджетных средств. Экс-Аким Раскалиев тащил в свой карман всю государственную собственность, какую мог. К примеру, здание от Рауак-Парад, построенное за 600 миллионов, было приватизировано за 25 миллионов. Газопровод стоимостью в 8 миллиардов был приобретен за 150 миллионов. Здание Облтрансгаз с оборудованием и спецтехникой, стоящее почти 400 миллионов тенге, приватизировали в 5 раз дешевле, за 80 миллионов. Чтобы приватизировать такой стратегический объект, как газопровод, экс-Аким якобы обманул целое правительство Казахстана. Газопровод должны были передать Республиканскому фонду госимущества, но Бергей Раскалиев убедил Кабмин, что объект нужно оставить коммунальной собственности, мотивировав решение тем, что иначе подскочат цены на газ и это будет невыгодно местному населению. Водопровод Гурьев-Макат протяженностью в 125 километров вообще был списан с фонда госимущества. Затем Бергей Раскалиев, оказывая давление на чиновников, приватизировал водопровод за бесценок. Когда чиновники попытались возразить против незаконных действий начальника, подключились помощники Бергея и добились необходимых подписей с помощью обмана и физического давления. Так преследуя личную наживу 7 февраля 7 года, Аким Атраусской области Раскалиев дал указание Департаменту строительства Атраусской области учредить государственный фонд по поддержке социальных проектов «Бизнес Кумэк» для сбора денежных средств у спонсоров с целью развития социальных объектов региона, которые изначально планировали похитить через подконтрольное преступному сообществу. Рассмотрение дела бывшего Акима Атраусской области Бергея Раскалиева и его брата, экс-депутата Мажелиса Аманжана Раскалиева, продолжается в Атраусском областном суде и, скорее всего, продлится еще как минимум несколько месяцев. Местонахождение самих главных фигурантов уголовного дела до сих пор не установлено. Ранее предполагалось, что братья Раскалиевы нашли убежище в одной из западных стран. Однако затем эта информация была опровергнута Рахатом Алиевым и недавно скончавшимся отцом братьев Раскалиевых Сулебаем. Алиев утверждал, что Раскалиевых убили, а тела захоронили недалеко от Астаны.